Продолжение следует... 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 В 2023 году, соответственно, история о работе по каналам выглядит примерно в следующем разрезе. Часть зарубежных авиаперевозчиков, которые мы продавали через BSP, закрыли авторизацию, но они все равно остаются в BSP России, только мы не можем их продавать. Таким образом, количество перевозчиков, доступных агентам при продаже в BSP России, сократилось с 120 с чем-то до порядка 40-45 перевозчиков, которые мы также можем продолжать продавать через BSP России, через системы Amadeus, Travelport, Saber. В ТКП тоже ряд зарубежных перевозчиков вышли, но в данном ключе ТКП пополнилось большим количеством авиакомпаний СНГ. Таким образом, канал продажи ТКП пострадал, наверное, менее, чем в BSP. И канал продаж МДС, то есть это прямой канал продажи авиакомпаний, тоже несколько поменял свою историю. То есть если в прошлом году авиакомпанию Победы мы могли продавать напрямую через Noether, то в середине лета в Победе вынуждено пришлось мигрировать в Селену Леонардо. И на текущий момент она доступна только через канал продажи ТКП в основном. Наши российские перевозчики, аэрофлот, уральцы, С7, которые продавались также через BSP, сейчас ушли либо на прямую продажу через НДС, свой прямой канал, либо также доступны через нейтральный сток ТКП. В принципе, на сегодняшний момент каналы продажи билетов выглядят примерно по такой схеме. То есть если мы работаем напрямую с авиаперевозчиком по прямому договору, здесь варианты продажи это либо через пульты авиакомпании, либо через сайт авиакомпании, либо если авиакомпания предоставляет возможность работать через свой API, Агенты, владеющие собственными движками онлайн бронирования, могут это API проинтегрировать в свою систему и таким образом предлагать своим партнерам, пассажирам, возможность покупки авиабилетов. Консолидаторская история подразумевает то, что в канале продаж консолидатора, в его системе бронирования, как правило, доступны все варианты и возможности продаж авиаперевозок. То есть там проинтегрированы и пульты перевозчиков, и системы бронирования ГДС, то есть это Сейбр, Трэвл Порт, Амадель, Сирена, как правило. Также у консолидаторов имеется продажа через собственный сайт, собственное онлайн решение, либо консолидаторы предоставляют опять же API, который позволяет проинтегрировать в систему клиента возможность обмена информацией. Таким образом, туроператор, турагент может получать авиаконтент по API и дистрибутировать через собственные каналы продаж. Аэротур, в частности, работает как консолидатор и через свою B2B-платформу Агент Аэро предоставляет возможность в режиме одного окна осуществлять поиск, бронирование и выписку авиабилетов практически всех перевозчиков, вне зависимости от того, через какой канал они дистрибутируются, что, в принципе, на текущий момент, наверное, максимально удобно для турагентов, туроператоров, авиаказ. Таким образом, в одной системе осуществлять поиск, бронирование и выписку авиабилетов для своих клиентов. Соответственно, коснусь немного вопроса разделения прямых каналов и нейтральных, да, то есть, соответственно, на текущий момент есть история работы через ГДС, глобальные дистрибутированные системы, такие как Travelport, Faber, Models и возможность работы по прямому каналу, так называемому EDC. Удобство работы через ГДС в свое время было в том, что достаточно было иметь пульт одной из двух систем, позволяющий охватить весь максимальный перечень перевозчиков. В канале EDC продается только собственный контент авиакомпании. Соответственно, авиакомпания, безусловно, выгоднее работать по прямому каналу, они несут меньше затрат. И позволяет такая работа максимально эффективно экономически организовывать продажи. Но нам, агентам, конечно, проще работать через какую-то общую систему, которая позволяет работать со всеми перевозчиками. В любом случае, те же ГДС также продолжают трансформироваться, и они уже отходят от понятия ГДС, они называют себя агрегаторами или IT-провайдерами, получают некую спецификацию в EDC по техническому уровню, и таким образом пытаются тоже стать агрегатором любого контента, тревольного, не только билетного, и таким образом продвигать себя как технологических партнеров для нашей отрасли, висованной туристической, позволяя, опять же, на базе своих решений, аккумулировать у конкретного агента максимальный спектр сервисов и услуг. Российская наша система такая разработана сиреной, она называется Mixwell, которая активно начала внедряться в прошлом году, и в этом уже по максимуму охватила российский рынок и выходит дальше уже за пределы, в том числе в СНГ. Единственный минус прямых каналов продаж для агентов – это то, что у нас, у работников отрасли, возникает больше нагрузки, потому что приходится работать с каждым отдельным каналом, то есть в любом случае кассиру, оператору приходится знать больше систему, уметь с ними работать, и таким образом, как минимум, это увеличивается нагрузкой именно опытная, знать все системы, требуется техническая готовность, опять же, подразделений каждого агентства, IT-отделов, бухгалтерии, чтобы все это обрабатывать, какой-то единый бакуфе сводить. Соответственно, в прямых каналах может быть несколько меньше привычного функционала, чем стандартных ГДСов, связанных с интерлайнами, с операциями вторичными, какими-то продажей дополнительных сервисов. Они дорабатываются, но, как правило, при переходе это происходит в какой-то определенный срок, то есть не моментально. Если авиакомпания переходит из нейтрального ГДСа в свой канал, как правило, все равно возникают моменты, которых нет в прямом канале, в котором есть ГДС, и наоборот. В прямом канале существует больше возможностей для перевозчиков по предоставлению специальных тарифов, скидок, вывода оперативных направлений, поэтому все перевозчики так или иначе стараются все-таки выходить в прямые каналы продаж и разрабатывать какой-то свой МДС. Касательно текущего года, в принципе, мы участвовали во многих конференциях, недавно были в Москве, на ассоциации агентства воздушного транспорта, и, согласно данных статистики и аналитики, 2023 год был достаточно неплохой для авиаперевозок. Скорее всего, к концу года мы превысим объем 100 миллионов пассажиров, перевезенных в России, и таким образом перевозка в 2023 году нарастала по определенным моментам, в частности, достаточно большое количество рейсов добавилось по авиакомпаниям СНГ, которые позволяют летать не только непосредственно point-to-point в эти страны, но и выполнять трансферные маршруты дальше по различным направлениям по всему миру. В частности, так как мы базируемся в Санкт-Петербурге, нам аэропорт Пулково давал информацию, что как минимум за 9 месяцев перевозки в Узбекистан из Пулково выросли практически на 30%. Таким образом, доля перевозок выросла. Плюс в этом году, кто-то, может, замечал или не замечал, активно приходили на рынок России достаточно много арабских перевозчиков, и лоукост авиакомпании, и традиционные авиакомпании наращивали вылеты из дополнительных аэропортов России. Так, например, из Санкт-Петербурга Айтихаб в зимний сезон поставил, прямые рейсы до Абу-Даби. Соответственно, авиакомпания FlyArna, это армянский перевозчик, точнее, компания Air Arabia Group поставила рейсы из Санкт-Петербурга, Москвы, регионов, деревян. Авиакомпания Jazira активно выходит на рынок российский, запустила рейсы из Москвы. Таким образом, у нас по маршрутам, по направлениям полетов, фокус немножко изменился с традиционных, если мы раньше отправляли пассажиров, они летали через какие-то европейские хабы, то на текущий момент фокус немножко сместился в сторону хабов СНГшных, значительно выросли перевозки в Ереван, через Киргизию в Бишкек, через Узбекистан в Ташкент, через Алма-Аты в Казахстане, через Баку в Азербайджане, через Душанбе в Таджикистане. Как пример, вот приведу вам авиакомпанию Вазал, которая достаточно активно начинает летать из городов России и через Баку позволяет трансфериться в различные международные аэропорты, в том числе, которые пользуются спросом у наших с вами туристов. Это Губай, Лондон, Париж, Прага, Пекин и так далее. Дальше я вам расскажу, каким образом мы, как Аэротур, предлагаем нашим партнерам-агентам, туристическим агентствам, работать с авиаконтентом, консолидируя его в нашем онлайн-движке. Наши агентства являются официальным агентом узбекских авиалиний. Мы первые проинтегрировали новую систему узбекских авиалиний Амадео Салте в Наст Онлайн-движок. И таким образом позволяем нашим партнерам, предоставляем им возможность работать с прямым стоком компании Узбекистан Airways и таким образом предлагать вашим туристам, клиентам корпоративным возможность перелета и в Узбекистан, и в другие страны СНГ и по всему миру. Нашему агентству в этом году исполнилось 17 лет. Мы аккредитованные агенты и авиатор, ДСП и ДКП. И также являемся, еще раз повторю, давним партнером узбекских авиалиний, что позволяет нам предоставлять максимально широкий спектр возможностей для организации продажи авиабилетов. Экосистема сервисов Агент Аэра представляет из себя совокупность нескольких сервисов, которые позволяют достаточно сильно охватить все потребности путешествующих клиентов. То есть в системе присутствуют как продажи авиаперевоза, так и железнодорожные авиабилеты, автобусные перевозки, оформление страховок, билетов, дополнительные услуги авиаперевозчиков и аэропортов и возможность бронировать гостиницы по всему миру. Авиаконтент в нашей платформе распределен по шести каналам. На данном слайде указано пять основных. Это возможность работы с прямыми стоками авиакомпаний, такие как Узбекистан, Аэрвайс, Азал, ОМОН, PSP России, в которые вы можете оформить всех оставшихся международных перевозчиков, которые не закрыли авторизацию для агентства России, то есть это традиционные различные арабские перевозчики, такие как Эмирейс, Катара, Тихат, Туркиш, Джорджиан, Эфиобские авиалинии, Египетские авиалинии и так далее. Там на текущий момент порядка сорока авиаперевозчиков доступны к выписке. Также наш движок включает авиаконтент ТКП, который дистрибутируется через платформу Mixwell. В нем представлены все основные российские и СМГшные перевозчики, как я уже упоминал, части зарубежных, которые были там представлены, они, к сожалению, вышли, но все равно на текущий момент там представлено порядка 65 авиакомпаний. Таких как Победа, ЮТЕ, Нордвинт, Ренвинс, Ямал, авиакомпании СНГ, такие как Самон, Азал, тот же, соответственно, Аэрномат, Скат и так далее. Прямые каналы дистрибуции НДС, которые мы подключили, соответственно, это Аэрофлот, ССИВА, Муральские авиалинии, Азиму, Аэр Арабия, Флай Дубай и так далее. И у нас есть возможность продажи зарубежных авиакомпаний, которые ушли из БСП России, но доступны через наших партнеров, которые также можно оформить в нашем логичке. Плюс, также через наши системы доступны чартеры, которые предоставляют наши партнеры. Можно забронировать различную перевозку в СНГ, в частности, в Узбекистан. Мы постоянно обновляем каталог наших партнеров, поэтому можно чартерную перевозку также найти, забронировать и оформить в Агент Аэрофлот. Мы активно участвуем в различных отраслевых мероприятиях и выставках. В этом году проехались очень сильно и по СНГ, и по России. Были в различных городах и с радостью делились информацией о наших возможностях, получали информацию о возможностях наших коллег, обменивались опытом, контентом. Таким образом, собрали максимально доступную базу различных сервисов и услуг по авиаперевозкам, что позволяет нам давать нашим партнерам максимальный авиаконтент. По узбекским авиалиниям, кроме работы с нашей платформой Агент Аэрофлот, также мы предоставляем возможность для профессиональных агентств и кассиров работать с пультами системы бронирования моделей Узбекистана Аэрофлот на прямом стоке. Соответственно, так как это хостовая система авиакомпанейская, в ней доступен максимальный перечень возможных услуг, направлений, мест. Соответственно, вы получаете в пульте авиакомпании полный контент, который можете продавать своим пассажирам. В нашей системе доступен различный функционал, кроме непосредственно самой продажи в онлайн-пешке, мы также предлагаем нашим партнерам возможность установки поисковой формы или билетов на сайт. У нас есть интеграция с отраслевыми программами мастер-туры Самософт, что позволяет туроператорам создавать динамический контент и актуализировать в заказах сразу стоимость регулярной перевозки и системы бронирования. В личном кабинетах доступна вся статистика в режиме онлайн. Есть возможность продажи дополнительных услуг авиаперевозчиков, таких как, например, дополнительное место багажа, бронирование места в салоне стомолета, питание и так далее. Полный спектр основных систем бронирования, как я уже говорил, присутствуют в нашем движке. То есть это Amadeus, Travelport, Sirena, MBC. Достаточно простая у нас форма оплаты, то есть можно работать с оплатой по балансу, оплата карточкой, оплата по QR-кодами. Договор мы заключаем быстро, вы присылаете нам заявку, мы формируем вам коммерческое предложение и отправляем шаблон договора, вы его подписываете, направляете нам, после этого получаете доступ в личном кабинете. Абонентской платы никакой нету, существует поддержка 24 на 7 по оперативным вопросам. Также можно создавать заявку на групповое бронирование, если вам необходимо отправить группу от 10 человек. Система действительно проста, мы строили, задача была построить систему от простого и понятного интерфейса, которого не требует каких-то специальных технических знаний. Мы это сделали, как говорят наши партнеры, поэтому мы с удовольствием предлагаем нашу платформу попробовать, хотя бы посмотреть, как она работает. Дальше уже, если у вас все устраивает, мы с нами продолжим работать. Основной наш тезис – ваш заказ, ваши правила. Соответственно, вы можете в личном кабинете сформировать поиск по различным услугам и сервисам и таким образом подобрать клиенту все, что необходимо ему для путешествия, для поездки. Ариобилет, отель, ЖД-билет, можно оформить Аэроэкспресс, страховку и дополнительную сумму. Кроме того, мы делимся комиссией перевозчиков с нашими партнерами, соответственно, вы зарабатываете на заказе, вся комиссия сразу остается у вас, с баланса списывается сумма за минусом комиссии, таким образом, в момент продажи вы не ждете какой-то отчетной декады, а получаете свое вознаграждение сразу. Оно отображается в личном кабинете, то есть при поисковом запросе вы сразу видите, есть ли комиссия и какой ее размер. Еще раз перечислю, что кроме билетов доступны ЖД-билеты, экспресс-отели, различные сервисы на борту аэроперевозчиков, которые выставляют через систему проникновения. На текущий момент в нашу систему подключены индиси и прямые каналы компании, такие как Узбекистан Airways, S7, Само Мэйр, Аэрофлот, Уралские аринии, Air Arabia Group, Air Arabia, Air Arabia Абу-Даби, соответственно, FlyArma, Fly Dubai, Azimuth. На подходе у нас компания Jazira Airways и прямой сток компаний Mirates. Скорее всего, уже в следующем году, в январе, мы запустим также дистрибуцию прямых каналов этих перевозчиков через нашу систему. Немного повторюсь, что кроме BSP России в нашей системе также доступны авиабилеты иностранных авиакомпаний, которые ушли из России. Таким образом, вы можете за рубли купить в нашей системе эти билеты, оплатить российской карточкой, таким образом, предоставить перевозку вашим туристам либо корпоративным клиентам, пользователям перевозчикам, которые пока напрямую не с нами. Новинки подключения в 2023 году по прямым каналам мы присоединили в нашу онлайн-систему авиакомпанию Azimuth, Fly Dubai, Fly Arno и, как уже говорил, ожидаем в начале 2024 Jazeera Airways и Emirates. Основные системы бронирования подключены в наш движок это нейтральные ГДС и Amadeus Travelport, Mixwell это серийная ТКП российская, Amadeus Altea Узбекистан Airways S7 вот небольшой пол комиссионных перевозчиков, которые предоставляют комиссию и которые мы делимся с нашими партнерами. Обратите внимание на авиакомпании, в частности СНГ, которые позволяют опять же осуществлять международные перевозки транзитом через свои хабы и дают достаточно неплохую комиссию, в частности это Узбекистан Airways, Азал, Самон Air, Air Traffic. Групповые перевозки в Узбекистан Airways в этом году пользуются достаточно большим спросом, поэтому мы также предлагаем такую услугу, в частности много групп в этом году бронируют либо туроператоры под туры в Узбекистан, либо в Юго-Восточную Азию, плюс как бы корпоративные наши клиенты, либо корпоративное агентство, которое работает с Майсом, заказывает большое количество групп, опять же, под Узбекистан. Здесь интересно тоже можно совмести по Узбекистану различные точки прилета и вылета, то есть скомбинировать маршрут, например, прилететь в Ташкент, провести какую-то конференцию, дальше сделать небольшой отдых в Майсом, в Самарканде и обратно улететь уже из Самарканда. Не обязательно прилетать и улетать из одного города. Можно по Узбекистану совместить прилет и вылет из различных городов. Заявку можно отправить либо через страницу заявки на группы в личном кабинете агента аэра, либо написать запрос на электронную почту группы Артур Райна. Наши сотрудники обработают заявку, запросят перевозчика, предоставят вам возможность от перевозчика на запрошенные даты предоставления группового тарифа, озвучив стоимость тарифа и условия по работе с группой. Там есть определенные нюансы в зависимости от даты вылета, чем она дальше, тем, как правило, ниже стоимость. За определенный срок нужно предоставить список, ввести фамилию пассажиров и за определенный срок выписать. эту перевозку. Группа, еще раз напомним, запрашивается от 10 человек. Как правило. по взаиморасчетам мы работаем достаточно гибко. Если в Санкт-Петербурге можно оплатить наличными у нас в кассе, можно оплатить по безналу, можно пополнить баланс банковской карты, либо через QR-код оплатить стоимость перевозки. Да, вот, кстати, слайд по QR-коду, то есть, соответственно, сканируете QR и оплачиваете с телефона. Кроме авиаконтента у нас представлен достаточно большой контент по отелям в России, в Санкт-Петербурге и по всему миру. Достаточно выгодные цены, которые позволяют подобрать наиболее выгодное предложение для ваших клиентов. можно просто зайти к нам в ЛК сравнить, посмотреть и дальше уже принимать решения, но цены очень хорошие. Мы работаем с несколькими поставщиками и агрегаторами, которые предоставляют нам действительно хороший уникальный контент. С учетом того, что некоторые традиционные каналы бронирования отелей типа букинга ушли с России, возможно, наше предложение будет вам еще более выгодно и интересно. Железнодорожные билеты по России также представлены в нашем личном кабинете. вы можете найти любую перевозку РЖД, забронировать независимо от класса обслуживания и оформить перевозку. плацкадку, ПСВ, скоростные поезда СОПСАМы и так далее. В личном кабинете вам доступны все заказы, которые вы производили, то есть информация по бронированным, по отмененным заказам, по оформленным. Вы можете за любой период поднять информацию, посмотреть, выиграть статистику, таким образом планировать ваше действие и эффективную работу по продаже авиабилетов. Если необходимо и у вас есть какой-то сайт, можно поставить онлайн форму бронирования авиабилетов. Она бронируется под ваш сайт, соответственно все реквизиты, логотипы и так далее. Контактная информация будет забронирована под ваш ресурс. Таким образом клиент заходящий на сайт осуществляет поиск на вашем сайте, создает заказ на вашем сайте и производит оформление тоже через ваш сайт. Все бронирования сделаны через поисковую форму, отображаются в личном кабинете у вас. Вы можете их видеть, обрабатывать делать с ними все необходимые манипуляции. Кроме того, если вы используете решение NEMO, это наши партнеры, мы таким образом через NEMO Marketplace можем обмениваться всем аудиционным контентом, доступным нам, с вами. не нужно будет делать дополнительных интеграций с перевозчиками, что достаточно долго по срокам и затратно. Можно заключить с нами договор, мы настраиваем коннекторы и передаем все системы бронирования, которые вам требуются по перевозчикам вашу платформу. либо если это не NEMO решение, существует API, в частности по ее компанию узбейской линии мы можем передать ваше техническое решение и по другим остальным перевозчикам через API мы передаем весь авиационный контент, вы его получаете в вашем личном кабинете в вашей системе бронирования, настраиваете выдачу и продажу и таким образом тоже выполняете свой авиаконтент перевозчиками, которые по каким-то причинам может быть не доступны у вас на текущий момент. Как начать с нами сотрудничать? Это достаточно быстро, от вас необходим только запрос, либо через форму на сайте агента аэра, либо по электронной почте и наши коллеги подготовят вам коммерческое предложение пришлют с адвоком договора, вы его подписываете, отправляете в скан, после получения скана мы готовим личный кабинет и отправляем на указанные в вашей заявке контакты электронную почту. кроме кроме того, в рамках личного кабинета можно настроить различные уровни доступа либо для ваших менеджеров вашего агентства, либо для вашей субагентской сети, и таким образом вы уже получив администраторский логин и пароль самостоятельно в рамках нашего личного кабинета можете настроить учетные записи для ваших сотрудников либо для ваших клиентов мы достаточно активно работаем с различными перевозчиками нашими партнерами проводим обучающие вебинары поэтому подписывайтесь на наши новости в социальных сетях или на рассылке и таким образом можете всегда получать свежую актуальную информацию от перевозчиков напрямую в рамках вегинара здесь по QR-коду может сразу получить наши контакты либо немножко позже я покажу слайд где можно узнать контакты моих моих коллег которые предоставят вам всю необходимую дополнительную информацию подписывайтесь на телеграм-канал где вся оперативная информация постоянно публикуется дальше я вас познакомлю с зимним расписанием компании Азбилистан Airways о возможностях расскажу немножко о возможностях продаж и направлениях полета на сегодняшний момент компания Азбилистан Airways достаточно активно развивается имеет современный воздушный флот среднемагистральных и дальнемагистральных самолетов это комфортные дальнемагистральные самолеты Boeing 787 Dreamliner Boeing 767 и самолеты семейства Airbus 320 321 321 Neo очень комфортные самолеты выполняют перевозку из большинства городов Российской Федерации это аэробусы на дальнемагистральных направлениях таких как Нью-Йорк Ташкент стоит Боин Ташкент на данном слайде представлена международная карта полетов Азбилистан Airways как видите она достаточно обширна и через Ташкент вполне комфортно комфортно летает например в Юго-Восточную Азию по популярным направлениям наших российских путешественников таких как Бангкок например Сеул Куалу-Алумпур Джакарда можно летать в Пекин в Китай Индию в Арабские Эмираты в Нью-Йорк плюс также доступен доступен ряд европейских направлений таких как Милан Лондон Франкфурт Париж В дневном расписании полетов авиакомпания в Россию осуществляет более 117 рейсов в неделю что позволяет достаточно хорошо покрывать большое количество потребностей наших пассажиров основные перелеты осуществляются из Москвы и Санкт-Петербурга но также доступен ряд направлений из регионов о которых я расскажу немножко чуть позже авиакомпания в недавнем времени выделила у себя отдельное бюджетное подразделение Узбекистан Экспресс которое работает по модели лоукоста и в основном из регионов России выполняет рейсы как раз Узбекистан Экспресс это позволяет предоставить максимально низкие цены на авиаперевозку с определенными ограничениями по питанию и багажу но делает рейсы более доступными и традиционно компания Узбекистан Эрвейс она выполняет перелеты из Москвы Санкт-Петербурга и ряда городов России нормы бесплатного багажа на рейсах Узбекистана Эрвейс для тарифов эконом класса это 23 килограмма из Москвы действует повышенная норма 32 килограмма в бизнесе норма багажа 32 килограмма на рейсах Узбекистана экспресс на багажных тарифах доступен багаж 23 килограмма начинаю кладь 5 килограмм очень вкусное меню на регулярных рейсах предоставляет ТВ-перевозчик оно выполнено с национальным колоритом то есть садясь на рейс из Санкт-Петербурга например из Москвы в Ташкент можно на борту уже попробовать какую-то национальную кухню самсу или еще что-то что очень интересно для пассажиров которые прикасаются уже к территории Узбекистана к обычаям культуре начиная с посадки на борту же воздушного судна национального перевозчика на борту предоставляется обслуживание в эконом классе вот так выглядит салон Dreamliner в экономическом классе для пассажиров бизнес-класса на дальнемагистральных рейсах также предоставляется кресло-кровати основной аэропорта Узбекистана в которой выполняются рейсы из России это Ташкент безусловно столица Кусова Генщина и Бухараса Маркант Карши Термес Фергана Из России рейсы в Узбекистан ИРВС выполняется в Узбекистан на ежедневной основе соответственно рейсы выполняются Санкт-Петербург Москвы Новосибирская Казань Екатеринбурга Уфы Владивостока и еще нескольких городов более подробное расписание я вам покажу сейчас ниже на текущий момент расписание рейсов из Москвы города Узбекистана представлено на данном слайде соответственно рейсы от бюджетного подразделения Узбекистан Эспресс можно определить по номеру рейса это четырехзначный номер начинающийся с девятки важный момент что с первого октября добавился второй аэропорт вылета из Москвы это Внуково если мы посмотрим на расписание в основном из Внуково летают в регионы Узбекистана рейсы когда в принципе есть Ташкент тоже из Домодедова остались в основном это рейсы регулярного перевозчика Узбекистана Аэровейс Поэтому когда бронируете перевозку внимательно смотрите из какого аэропорта выполняется рейс чтобы пассажир приобрет именно от нужного аэропорта вылета из Санкт-Петербурга рейсы выполняются тоже как классического перевозчика Узбекистана Аэровейс так же в этом году в зимнем расписании добавились рейсы Узбекистан Экспресс которые выполняются в Бухару Термес Самаркан Тургенчик В зимнем расписании доступны рейсы из Сочи на слайде представлено расписание то есть рейсы выполняются из Сочи в Ташкент и из Сочи на Манган рейсы выполняются в Узбекистан Экспресс достаточно высокой часточности расписание рейсов из Москвы ой из Уфы прошу прощения также есть рейс Уфа Ташкент и Уфа на Манган из Екатеринбурга рейсы выполняются также два города Узбекистана это Ташкент и на Манган Ташкент по средам воскресеньям на Манган по понедельникам и пятницам из Нижнего Новгорода выполняется рейс в Ташкент с частотой два раза в неделю по вторник и суббот из Иркутска также доступны два направления это Ташкент и на Манган Ташкент выполняется в понедельник и пятница на Манган по средам и субботам из Омска рейс также выполняется в Ташкент и на Манган две частоты в неделю соответственно он в Ташкент по четвергам и на Манган по понедельникам из Красноярска выполняются рейсы в Ташкент по четвергам воскресеньям на Манган по средам также в этом году добавился рейс из Грозного по вторникам в Ташкент из Перми рейс выполняется только на Манган по воскресеньям из Самары в Анаманган рейсы выполняются по понедельникам и пятницам из Нижневартовска в Анаманган можно долететь по пятницам из Минеральных ввод в Ташкент рейсы выполняются с частотой по средам и субботам и воскресеньям два раза в неделю из Новосибирска выполняются рейсы в Ташкент и Фергану Ташкент выполняется по средам понедельникам и субботам в Фергану по понедельникам и пятницам из Владивостока доступны рейсы в Ташкент с частотой два раза в неделю по средам и воскресеньям ниже представлены минимально доступные тарифы из Москвы в Ташкент то, что заведено в системе новое направление Узбекистан Эрвейс в 2023 году возобновился Бангкок Рига Милан Куала-Лумпур Франкфурт Мюнхен новое направление Джакарта добавилось также Париж Янгар Сейчас расскажу немного больше о международных стыковках что актуально в связи с тем что достаточно сильно у нас поменялось маршрутные сети за ограничение со стороны каких-то западных перевозчиков на текущий момент через Ташкент можно долететь в Нью-Йорк из популярных направлений Дубай Сеул Франкфурт Рига Соответственно Бангкок Сингапур Стамбур Деля Куала-Лумпур Кроме того хотим обратить ваше внимание что практически на еженедельной основе в этом году компания Узбекистан Airways каждый четверг проводит акцию по скидочным тарифам которая также доступна в нашей системе бронирования и позволяет вашим клиентам подобрать билеты по наименьшей цене акция публикуется еженедельно в ней участвуют различные направления поэтому нужно подыскать плохие билеты под различные запросы наших клиентов Минимальные цены на перелеты из Санкт-Петербурга в Ташкент Дальше пройдемся по международным направлениям Цены показаны по минимальным тарифам от то есть если вы хотите их найти нужно смотреть примерно за месяц вперед как правило глубина бронирования составляет примерно месяц далее открываются более дешевые тарифы соответственно можно подыскать неплохие варианты по перелетам обе же народные направления новинка зимнего сезона это Джакарта соответственно она стыкуется с Москвой по вторникам с Санкт-Петербургом по понедельникам из Москвы в Бангкок можно найти стыковки по понедельникам четвергам из Санкт-Петербурга по понедельникам четвергам так новое направление Анкара добавилось в зимнем сезоне она стыкуется из Москвы по понедельникам через Ташкент популярное направление Корея Сеул стыкуется с Москвой ежедневно с вылетом из Санкт-Петербурга в понедельник среда 4-3 сентября Москва Телли стыкуется по вторникам средам пятницам воскресеньям с вылетом из Санкт-Петербурга в понедельник вторник четверг пятница Куалумпор стыкуется с вылетом из Москвы по средам пятницам воскресеньям с Санкт-Петербурга по средам воскресеньям Пекин из Москвы стыкуется понедельник-вторник, из Санкт-Петербурга также понедельник и вторник. Также можно добраться в Токио, стыковка по четвергам из Москвы и Санкт-Петербурга. В Нью-Йорк также доступен нашим пассажирам, стыковка из Москвы понедельник-среда-суббота, из Санкт-Петербурга по понедельникам и средам. В Лондон можно стыковаться по понедельникам и четвергам из Москвы и Санкт-Петербурга. Напоминаю, это транзит через Ташкент. Соответственно, также ваши пассажиры могут при желании остановиться в Ташкенте, если какие-то долгие перелеты, а соответственно отдохнуть один-два дня в Узбекистане, таким образом разнообразить свою поездку. Париж стыкуется по понедельникам четвергам из Москвы и Санкт-Петербурга по понедельникам. Если необходимо добраться в Германию, стыковки из Москвы и из Санкт-Петербурга по средам, пятницам и воскресеньям. Мюнхен по четвергам субботам из Москвы доступен, из Санкт-Петербурга по четвергам. В Ригу можно состыковать по вторникам, четвергам и воскресеньям. В Милан можно добраться по четвергам через Ташкент. Дубай доступен через Ташкент из Москвы ежедневно, из Санкт-Петербурга по вторникам, пятницам и воскресеньям. Также есть второе направление УАЭ – это Шарджа, доступно из Москвы по понедельникам, средам и пятницам, из Санкт-Петербурга по понедельникам и средам. Стамбул стыкуется ежедневно из Москвы и из Санкт-Петербурга. Если необходимо, также можно через Ташкент добраться в Баку. Стыкуется по субботам из Москвы, из Санкт-Петербурга по понедельникам и средам. Алма-Аты доступна из Москвы на ежедневной основе, из Санкт-Петербурга есть стыковки по вторникам и пятницам. Бишкек из Москвы доступен по вторникам и пятницам, а Санкт-Петербурга также по вторникам и пятницам. В Астану из Москвы через Ташкент можно улететь в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье. Из Санкт-Петербурга по субботам есть стыковка. В Тбилиси можно улететь из Москвы по понедельникам и четвергам. Из Санкт-Петербурга также по понедельникам и четвергам есть стыковка. В Душанбе можно добраться по вторникам, пятницам и воскресеньям. Из Санкт-Петербурга есть стыковка по воскресеньям. Также еще раз хочу обратить внимание, что через нас можно забронировать группы на рейсы Узбекистана Airways. Группы доступны либо через форму заявки в личном кабинете агента Аэро, либо можно обратиться к менеджерам группового отдела по указанным контактам. Это электронная почта групп с собачкой Аэро. Либо позвонить по телефону 373-0324, добавочный 224 или 412. Как правило, в заявке нужно указать количество человек. Напоминаю, групповая заявка от 10, желательный маршрут и даты вылета прилета. После согласования с перевозчиком вам предоставят информацию о возможности полета по данному направлению на указанные даты, сообщат стоимость тарифа, стоимость перевозки и согласуют другие условия по оформлению группы, если они необходимы. Также мы можем предоставить вам пульты Амадео Саутея для работы непосредственно в системе бронирования Узбекистана Airways. Если у вас есть сотрудники, знающие Амадео Саутея, обычный нейтральный, в принципе, система очень похожая. Единственное, там есть определенные нюансы, небольшие, но мы проконсультируем. В любом случае, там больших сложностей по оформлению перевозки нет. Поэтому обращайтесь. Если вам необходим пульт Узбекистана Airways, мы с удовольствием вам его предоставим. Еще раз сканируйте QR-код с нашими контактами. Приглашаем в сотрудничество. Спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, готов ответить. Также среди самых внимательных разыграем сегодня модели самолетов от наших партнеров. Для получения презентации напишите на почту мейла агента Airways, которые представлены на данном слайде. Мы вам ее вышли. Новые подключения, которые мы планируем к концу этого года, начало следующего, это НДС арабского перевозчика Джазира и Эмирейтс. Поисковая форма на сайт предоставляется на текущий момент только для авиабилетов. По другим услугам пока нет. Да, поисковая форма в виде виджета. Совершенно верно. Продолжение следует... В любом случае, если какие-то вопросы остались, пишите, звоните. С удовольствием с вами пообщаемся, обсудим варианты сотрудничества и предоставления различного авиационного контента. Давайте тогда приступим к розыгрышу призов. Первый, это модель самолета Airbus 340 авиакомпании «Азербайджан Airlines». Наш горячо любимый партнер тоже. Работаем с ними давно, предоставляем хорошие условия по комиссии. Поэтому, если вы планируете работать с перевозками в Азербайджан и дальше по миру, по стыковкам, которые предоставляются в Европу, обращайтесь, договоримся. И вопрос тогда, кто первый скажет, какой авиаконтент доступен платформе «Агент Аэро»? Там шесть пунктов у нас было. Нет, немножко не то ли я имел в виду по каналам продаж. Так, все верно. Григорий Краснопевцев, если я не ошибаюсь. Приз ваш, напишите мне ваши контакты, где вы находитесь. Если в Санкт-Петербурге, можем встретиться. Если не в Санкт-Петербурге, то тогда мы вам вышлем. Отлично, Григорий. Спасибо. Тогда сейчас запишем и с вами свяжемся. Второй приз – это аэробус 350-й от авиакомпании «Сучуанские авиалинии». Кстати, тоже авиаконтент китайских авиалиний достаточно актуальный в этом году, потому что по той же Юго-Восточной Азии через Китай можно добраться по неплохим ценам в различные дистилляции. Ну, тогда вопрос для внимательных, опять же. В какой системе бронирования работают и хостятся узбекские авиалинии? А Мадеус – а какой? Не просто Амадеус. Амадеус Алтея. Анна Луговая. Прис ваш. Тоже напишите, как с вами связаться. Спасибо. Спасибо, уважаемые коллеги, за внимание. Рад был вам рассказать все наши истории. Готов всегда пообщаться по возможностям, по работам, по интеграциям. Обращайтесь. Контакты на слайде. С удовольствием пообщаемся. Часто бываем в различных городах России и СНГ. Тоже на выставках готовы с вами везде встречаться. В этом году были в Казахстане на Китве, в Амаде, в Ташкенте на Титве. В Москве постоянно присутствуют на различных отраслевых мероприятиях. Поэтому с удовольствием встречусь с вами лично в Санкт-Петербурге, либо на выставках. Либо пишите, звоните. Телефон, почта, скайп, зум. Спасибо большое за внимание. И надеюсь, до новых встреч. В том числе на профитревел. Спасибо организаторам. Всегда любим работать с профитревел. Полицию заставок. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует... Продолжение следует...